МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Мероприятие, посвященное 8 марта, прошло во Дворце культуры ВИДНОЕ. Прекрасный праздник. Получили удовольствие. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский поздравил предпринимательниц с Международным женским днем. Получить подарок на 8 марта очень приятно. Поклонники рока на днях смогли насладиться любимыми композициями в исполнении популярной кавер-группы Радио ТАП. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мелодия весны. Мероприятие под таким названием прошло во Дворце культуры ВИДНОЕ. Оно было посвящено Международному женскому дню. Помимо концерта посетительниц ждали выставка творческих работ детей и взрослых, мастер-класс по макияжу и прическам, ярмарку украшений, различные фотозоны и даже показ мод. Особая атмосфера царила в этот вечер в фойе Дворца культуры ВИДНОЕ. Организаторы постарались сделать так, чтобы можно было не только развлечься, но и провести время с пользой, например, взяв мастер-класс по макияжу. 8 марта как-никак. Мне клиентка может задать любой вопрос, что у него не получается, что хочется улучшить. И мы даем советы и обучаем. Не просто нанесли, и человек ушел и не знает, как это повторить. Какой же праздник без ярмарки? И здесь мастера не просто показывали товар лицом, а также давали маленькие советы, что будет в тренде этой весной. Дветочная тема, смотрите, какие колечки регулируются на любой пальчик. Вот так же к ним можно сделать сережки. И вы знаете, очень многие сейчас предпочитают клипсы. В праздничном концерте приняли участие молодые творческие коллективы. Приветственным словом к собравшимся обратился глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Природа щедро наделила женщин различными талантами. Вы, в отличие от нас, все успеваете, со всем справляетесь. И детей воспитываете хозяйство домашнее, ведете ИПЛ. При этом вполне себе реализуетесь профессионально, кто в бизнесе, кто в общественной деятельности, кто учит детей. Я от всех мужчин Ленинского округа хочу всех наших женщин поздравить, пожелать здоровья, пожелать добра, пожелать благополучия, пожелать любить, быть любимыми. И пожелать мира в душе и мирного неба над головой. Будьте счастливы. В праздниках. Организаторы праздничного концерта сделали определенную поправку на то, что в зале в основном сидели представительницы прекрасного пола. Одним из номеров стал модный показ. Сегодня, посвященный 8 марта, еще у нас участвовали мамы и бабушки. Наряды нам предоставляют разные шоу-румы. Мы сотрудничаем с разными дизайнерами, которые нам предоставляют одежду, и модели, соответственно, их демонстрируют. Естественно, что в ходе концерта ведущие не скупились на теплые слова, обращенные к женщинам. И, судя по всему, у всех зрительниц запаса хорошего настроения хватит не на один день. Прекрасный праздник. Получили удовольствие. Да, все хорошо. Столько всяких пожеланий. Конечно, бы хотелось, чтобы они были ежедневные, чтобы мужчины к этому стремились. А так все. Спасибо за праздник. Настроение такое немножко приподнятое. Прям чувствуется праздничное такое настроение. Спасибо большое. В ходе праздника также прошло награждение женщин, которые внесли значительный вклад в жизнь Ленинского городского округа. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский поздравил предпринимательниц, членов торгово-промышленной палаты с Международным женским днем. За чашкой чая они обсудили, как и чем сейчас живет бизнес. Каждая из присутствующих дам не только успешный предприниматель и руководитель, но и неравнодушный человек с активной гражданской и жизненной позицией. Вносит большой вклад в общественно-социальную жизнь Ленинского городского округа, организовывает замечательные масштабные социальные проекты, которые привлекают жителей. Глава муниципалитета поблагодарил бизнесвумен за работу и профессионализм, а также заверил, что готов всячески поддерживать предпринимателей в их благих начинаниях и далее. Нелегкую вы для себя миссию выбрали, потому что бизнес это все-таки мужские такие игры, да, и законы там, ну кто-то говорит какие-то там звериные, кто-то говорит акулии на мир, в душе мирного неба над головой. Ну и обязательно вы же бизнесвумен, поэтому вот этого благополучия, успеха и денег, 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 без этого тоже никуда. Затем глава округа Алексей Спаский и его первый заместитель Альберт Гравин вручили прекрасным дамам в честь 8 марта цветы и памятные подарки. Они первый раз уже приглашают, очень приятно, мы вообще сами недавно вот тоже членами ТПП поздравляли главу, теперь наоборот. Вот, очень нравится, что в Ленинском районе нашем очень такой вот мостик с властью налажен, и мы часто общаемся, и наши вопросы решаются, и у нас есть прям личное знакомство, взаимодействие, и получить подарок на 8 марта очень приятно. Бизнес-леди за чашкой чая смогли пообщаться и между собой, и обсудить возможные варианты сотрудничества. Мероприятие завершилось совместным фото на память. Матерей мобилизованных жителей округа пригласили в Центр социального обслуживания Домодедовский, чтобы поздравить с 8 марта. Эти женщины перестали спать спокойно, когда их сыновья получили повестки или добровольцами отправились в зону СВО. Сын Людмилы Власенко почти полгода участвует в спецоперации. Редкие звонки – единственная связь. Что там происходит, мне рассказывают, потому что это очень тяжело, сложно. Заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова обратилась к матерям с проникновенными словами. Она и сама вырастила детей, а потому ей несложно понять боль материнских сердец. От нас с вами зависит очень много. От вашей веры, от вашего упорного материнского молитвенного верования и слова. Мы верим, и все будет хорошо. Однозначно будет хорошо. Татьяна Квасникова зачитала женщинам поздравительную открытку от председателя Московского регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова. Передала подарки к 8 марта и выслушала вопросы, которые задали матери мобилизованных. Помощь участникам СВО оказывается регулярно. На этой встрече женщинам было обещано адресно приобретать и отправлять все необходимое бойцам. Представитель местного отделения «Единой России» записал координаты и имена всех, кто нуждается в теплой одежде и других вещах. Поддержка наших ребят – самое главное. И будет сделано все, чтобы вопросы обеспечения свести к нулю. В «Видном» прошел концерт поздравления с Международным женским днем для сотрудниц полиции. Наша съемочная группа узнала, сколько прекрасных женщин служит в управлении внутренних дел Ленинского округа. Действующие сотрудники и ветераны органов внутренних дел зал полон необыкновенными красавицами и большими умницами, которые стоят на страже безопасности жителей округа. Поздравить этих прекрасных и смелых женщин приехал глава муниципалитета Алексей Спасский. Хочу пожелать, чтобы вот это чувство женщины, оно с вами не то, что не покидало, но как можно чаще посещало вас и в течение обыкновенных рабочих дней, чтобы вы ловили восхищенные взгляды мужчин, чтобы вы ощущали, ну, не знаю, пусть будет это море обожания, чтобы счастье было в сердце, мир был в душе, мирное небо, оно в головой и благополучие. Сложно сказать, что их красит больше сегодняшние праздничные платья и наряды или форма. Женщина в форме – это всегда стильно, модно и романтично. Но вместе с тем за право и честь носить ее и спрашивают по самой высокой шкале. Дорогие женщины, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. Пусть исполняются мечты и воплощаются в жизнь самые смелые планы. В этот день со сцены прозвучало много теплых слов и искренних пожеланий. Лучшим сотрудницам были вручены почетные грамоты и памятные подарки. Екатерина Бутова работает в полиции всего три года, но эта любовь навсегда, уверена наша героиня. Несмотря на хрупкость и юный возраст, задачи у девушки более чем серьезные. Моя работа, она очень тяжелая, очень опасная, потому что моя собака, она работает со взрывчатыми веществами. Мы выезжаем на разные выезда, у которых сейчас бывают угрозы взрыва и всякие разные мероприятия. Мы их обследуем, досконально обследуем, чтобы у нас все было безопасно, чтобы у нас все было тихо, спокойно. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к многочисленным поздравлениям. К Международному женскому дню во Дворце культуры было подготовлено много праздничных мероприятий. Присоединился к поздравлениям и младший состав народного театрального коллектива «ТВИД». Юные актеры подарили своим мамам на 8 марта новый спектакль. Подробнее о пьесе расскажет наш корреспондент Наталья Буслаева. Действие сказочной пьесы «Бык-тупагу» происходит в небольшой деревне на Скотном дворе. Жарким июльским днем домашние животные занимаются своими привычными делами. Щенок пытается спрятать косточку, козленок и барашек. Соревнуются, кто из них сильнее и быстрее. Хрюшка учит петуха и цыпленка плескаться в грязной луже. И только бычок Борька решил уйти от обыденности и стать цирковым артистом. Но, к сожалению, не сказал о своем желании маме. И после неудачного выполнения трюка повис на гимнастической подставке. Исполнитель главной роли бычка Борьки Слава Мусин не только учил текст, но и репетировал акробатические элементы. Мне очень понравилось быть быком. Я впервые устроила представление в сказке. У меня очень много кучков и мне очень нравится театр. Павел в этой роли был очень рад, потому что она одна из главных ролей. И он был доволен, когда получил эту роль. Основная идея пьесы, как рассказал ее автор, руководитель младшего состава народного театрального коллектива «Твит» Ксения Князева, это взаимоотношения мамы и ребенка. О том, как важно делиться с родителями своими идеями. Ведь они обязательно поддержат все начинания. К слову, Ксения и сама приняла участие в спектакле. Она сыграла маму-корову. Я хотела прописать именно отношения мамы и ребенка, что дети должны делиться со взрослыми своими начинаниями. Ну и, соответственно, нужна была мама. Ну а кто не сыграет, как, наверное, я, театральная мама, я надеюсь, что я для них уже стала за эти вот сколько четыре месяца мы занимаемся. Ребята признаются, что перед выступлением немного волновались. Я вообще очень волновалась. За кулисами прям волновалась, прям волновалась. Ну, сначала было волнительно, ну, а потом все, выучала роль, выучала, а потом стало не страшно. И вот на сцену вышла и всем показала свою роль. Было учить роль так сложно было. Я учила на слух, как говорила Ксения Юрьевна. Мне был стих, выучить было трудно, но роль у меня простая. Самое сложное было выучить роль. Она такая, ну, сложная немножко, но все равно справился. Хотел, чтобы все, спектакль, все хорошо прошло, старался очень сильно. Главные зрители спектакля – это мама и папа юных артистов. Они высоко оценили старания своих детей, ведь знают, как ответственно они готовились к выступлению. Я ждал очередного спектакля, готовился. Рад, что теперь у него уже следующая роль, что он познает себя уже в роли собачки, а не петушка. Вот, ждет, репетирует, ему все очень нравится. Вообще все очень понравилось, да, все великолепно. И сказать, прямо, знаете, благодарность преподавателю. Дети растут раз от раза в профессионализме своем. Это уже второй большой спектакль юных артистов. Впереди долгие репетиции и новые постановки. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Максим Константинов, Видное ТВ. Поклонники рока на днях смогли насладиться любимыми композициями в исполнении популярной кавер-группы «Радио Тапок». Артисты выступили на сцене кинотеатра «Искр», где в этот день собрались сотни фанатов российской тяжелой музыки. Подробнее в репортаже Юлия Погосян. В холе кинотеатра «Искр» многолюдно. Здесь в этот день собрались поклонники необычной российской рок-группы «Радио Тапок», отличительная особенность которой – эквиритмический перевод известных зарубежных песен, чтобы стихи максимально ложились на музыку. Среди гостей концерта много фанатов с многолетним стажем. За любимой группой они ездят по всему Подмосковью. Начали его слушать еще с самого начала, когда он только-только начал выпускать каверы. Мы вообще пришли изначально от «Системов и даун», понравились очень его переделки. Потом, когда он начал выпускать свои песни, конечно, это просто взрыв мозга уже было. Просто люблю всем сердцем, слушая его и в машине, и в метро, и в ванной, везде. Проект «Радио Тапок» был создан в 2016 году музыкантом-мультиинструменталистом Олегом Абрамовым. В репертуаре много композиций, группы «Рамштайн», их и другие любимые публикой песни ребята исполняли и в «Видном». На концерте можно было встретить пару в костюмах времен Великой Отечественной войны. В них молодые люди выступали на чемпионате по арт-фехтованию, а фоновой музыкой к номеру выбрали песню группы «Радио Тапок». Я слушаю Тапку, когда он начинал еще с пикабу, то есть и потом все это разошлось дальше. Вот коллабы с сабатоном, скажем так, просто наши любимые. И в какой-то момент мы такие, блин, а мы хотим вот что-то вот крутое поставить, какой-то вот номер на чемпионат. И тут включается буквально в плейлисте «Атака мертвецов» в исполнении Олега. И вот такие, да, мы делаем атаку мертвецов. Концерт никого не оставил равнодушным. Руководство кинотеатра «Искра» планирует продолжать приглашать на площадку различные музыкальные коллективы, чтобы дарить радость местным жителям. Юлия Погосьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин